Вот такой шум жители улицы Трусово уже пять месяцев слышат и днём и ночью. Гул исходит от огромных холодильников оптового склада, который расположился прямо в двух метрах от жилых домов. Не спасают от него даже пластиковые окна. Вот по улице вот так вот я проходила, у всех вот этот вот край в основном жалуются, у всех появились головные боли, очень частые головные боли. Склад на этом самом месте располагался много лет, но таких неудобств жителям не доставлял. Говорят, всё изменилось с приходом нового хозяина. С просьбой отодвинуть холодильники подальше к нему они обращались не раз, но воз и ныне там. Здесь начальник индус и организацию эту мы не знаем. Они у нас только числются, как первое Трусово 33. Всё, что здесь такое база, оптовая база, всё, что здесь продают, мы видим товары как плитка, цемент. За этим бетонным забором сейчас складируется довольно богатый ассортимент. Продукты, стройматериалы, бытовая химия, которую, кстати, нередко здесь же и утилизируют, уверяет Надежда Дмитриева. В своё время они какие-то бутыли с жидкостью омывающей выкинули всё туда и подожгли. И вот это вот всё испарение, всё пошло на дома, конечно. Люди забили тревогу, побежали. Именно откуда-то с под земли начался вот этот запах, едкий запах газа. Перешёл в лак или в краску, вот так вот уже всё пооткрывали. Они экскаватором вывалили за базу, вызывали экологическую службу. Через два месяца экологической службы мы пошли уже непосредственно туда, по компьютеру у них всё чисто. Они на следующий день приезжают сюда, мы им показываем, что он лежит за этим, за забором. Они сказали, правильно, вот здесь забор поставили, вот здесь забор поставили, и нечего вам туда сувать свой нос. Вот так вот нам ответила экологическая служба. Ворота склада каждый час въезжают и выезжают огромные грузовики. На узкой дороге они застревают и даже заваливаются на бок, разрушая не только асфальт, но и заборы местных жителей. С начальником оптовой базы наша съёмочная группа решила встретиться лично. Но разговор не удался. Нет его сейчас. А когда будет? Не знаю. Вы знаете? Да. А что можете сказать, вот люди жалуются, что вы здесь сжигаете? Я ничего не знаю, здесь частная территория, извините. Живём на химической бомбе, так про себя уже говорят местные жители. От постоянного шума и сжигания бытовых отходов у взрослых и детей ухудшилось самочувствие, появилась аллергия. Но люди не спешат опускать руки. В борьбе за право на чистый воздух и тишину они намерены дойти до самых высоких инстанций. Видно, нет, вот здесь у меня всё покрывалось коркой. Вот сейчас вот женщина в ларьке работает, у неё тоже самое, пошла аллергия. Но это всё неспроста. У ребёнка, вот у старшего лежит больница, у неё внутричерепное давление, частые кровотечения. На улицу не выйдешь, она всё лето сидела дома, она не могла дышать. Мы на этом не успокоимся, потому что мер никаких нет, и жить здесь невозможно. Такое ощущение, нас просто отсюда выживают.